Мужчина затаил обиду на жителей многоэтажки в Скидере и повредил их автомобили. Ущерб 490 евро. Под островцом мотоциклист сбил кабана. Мужчина в реанимации, животное погибло. Жителю Сморгонии неизвестный продал поддельную бензопилу под видом оригинала. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас в эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Ольга Бранкевич. Здравствуйте. Следственным управлением ОСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое унесло жизни двух людей. По данным следствия, утром 16 мая текущего года, 18-летний водитель автомобиля «Форд», скрываясь от преследования сотрудниками ГАИ, двигался по улице Асфальтной в Гродно. При осуществлении обгона на скорости около 150 км в час не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Водитель легкового автомобиля, не приходя в сознание, умер в больнице через несколько дней. В ходе расследования уголовного дела установлено, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ехал с превышением скоростного режима более чем на 100 км в час. Согласно заключению эксперта, в крови водителя автомобиля обнаружен этанол в концентрации 1,85 промилле. При изучении личности подозреваемого установлено, что молодой человек в марте 2021 года лишен права управления транспортными средствами, заранее совершенные ДТП. Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По результатам расследования уголовное дело прекращено на основании пункта 7 статьи 29 за смертью виновного лица Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 8 июля 32-летний житель Щучинского района приехал в гости к друзьям в Скидель. Мужчина употребил спиртное, а позже ему захотелось повидаться со своим братом. Он помнил примерный адрес и отправился по нему. Гражданин зашел в подъезд дома по улице Советская и вошел в одну из квартир. Однако там никто из его родственников не проживал. Правда, гражданин не мог поверить происходящему и отказался покидать жилое помещение. В итоге жильцы квартиры вызвали милицию и мужчина был доставлен в Скидельское отделение. Там с ним провели профилактическую беседу, а затем отпустили. Вот только гражданин затаил обиду на жильцов квартиры, да и всего подъезда, поэтому решил отомстить. Он пришел к тому же дому и ножом поцарапал три припаркованных автомобиля. Утром владельцы транспортных средств обнаружили повреждения и сообщили об этом правоохранительные органы. Первым делом правоохранители вспомнили об инциденте, который произошел в этом доме накануне. Далее были просмотрены камеры с записей видеонаблюдения. Именно после этого отпали все сомнения. 32-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления. Сумма причиненного им ущерба составила 490 евро. Еще одно происшествие, триггером которого стали горячительные напитки. 11 июля около половины 10 вечера на проспекте космонавтов водитель фольксвагена не справился с управлением и врезался в столб. 28-летний мужчина двигался по кольцу космонавтов в сторону моста. При съезде с кольца он выехал на тротуар, где совершил наезд на осветительную опору. У автомобиля серьезные повреждения, а мужчина получил ушиб грудины и ссадины. Медицинское освидетельствование показало 2,1 промилле алкоголя в его организме. Вечером 10 июля поступила информация о возгорании дома в деревне Чепелево-Слонимского района. При тушении пожара обнаружено тело 52-летней внучки хозяйки дома. По предварительной информации погибшая проживала с бабушкой и помогала ей по дому. Злоупотребляла спиртными напитками и вела антиобщественный образ жизни. На момент пожара хозяйка также находилась дома, она не пострадала. Установлено, что 10 июля погибшая отмечала день рождения. Следователь с участием специалистов УГКС Погродненской области и инспектор МЧС осмотрел место происшествия. Назначены экспертные исследования, опрошены соседи и родственники женщины. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Слонимский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Дикое животное стало причиной серьезного ДТП. 10 июля около 8 утра на 17-м километре автодороги Гоза-Островец-Ашмяны. 48-летний россиянин, управляя мотоциклом Хонда, совершил наезд на дикое животное, после чего сам опрокинулся. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в реанимационное отделение островецкой больницы. Животное, дикий кабан, погибло. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, медики, следователи. Причины и иные обстоятельства ДТП установят проверка. 8 июля около пяти часов вечера водитель автомобиля Volkswagen двигался в правой полосе по проспекту Космонавтов в сторону автовокзала. Слева от него проезжал бус Форд, который повредил ему зеркало заднего вида. С места происшествия виновник аварии уехал. Просьба к очевидцам и гражданам, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, обратиться в ГАИ по телефонам, указанным на экране. Жителю Сморгоне неизвестный продал поддельную бензопилу под видом оригинала. Мужчина приобрел новый электроинструмент с рук возле одного из торговых объектов в городе Сморгонь. Заплатил за него 600 белорусских рублей. Продавец уверял, что бензопила от популярного немецкого бренда. Марка этой фирмы присутствовал на товаре. При этом вещь не была упакована в коробку и не имела каких-либо сопроводительных документов. Перед покупкой продавец продемонстрировал работу бензопилы. Товар вполне устроил покупателя. Однако через некоторое время у мужчины возникли сомнения по поводу того, что бензопила является оригинальной. Поскольку связаться с продавцом не представилось возможным, мужчина обратился в милицию. Для установления стоимости товара была назначена судебная экспертиза. При проведении исследования экспертом Литского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз был установлен ряд признаков, которые свидетельствовали о том, что предоставленная бензопила не оригинальная. Это вес изделия, это конструктивные особенности, упаковка комплектующих, а также способ и место нанесения маркировочных обозначений. В результате проведения экспертизы экспертом установлено, что стоимость в два раза ниже, чем та, за которую реально купил данную бензопилу покупатель. В Гродненской области за минувшую неделю утонуло четыре человека. Одна гибель произошла на техническом водоеме в Литском районе. Мужчина нырял с дамбы, но не рассчитал силы и утонул. «Хочется отметить, что за эту неделю спасено пятеро человек. Отрадно заметить, что двое детей. Один, скажем так, на Литском озере находился, спустился с дамбы помыть руки, потерял устойчивость, упал, стал тонуть. Литские спасатели, как говорится, достали его, медицинской помощи оказывать не пришлось. Ну и один ребенок по недосмотру взрослых, шестилетний, тоже упал в воду, соответственно, быстренько был извлечен, тоже медицинской помощи не понадобилось. Хочется отметить, что хочется напомнить взрослым, что находясь у воды, дети находятся в очень большой опасности. За ними постоянно нужно смотреть. Ну, соответственно, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения». К сожалению, есть жертвы среди детей. В Литском районе утонули двое парней. По данным следствия, 18-летний житель Лиды находился на берегу реки Немана вблизи деревни Песковцы Литского района вместе со своей семьей. С ними также отдыхал его 16-летний друг. Находясь в воде, подросток начал тонуть. Увидев это, молодой человек бросился в воду спасать друга, однако не смог и утонул сам. Тело несовершеннолетнего без признаков жизни извлекли из воды. Тело второго парня до настоящего времени не обнаружено. Сотрудники освод продолжают поисковые мероприятия. Установлено, что место, где они отдыхали, не предназначено для купания. По данному факту, Литским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В индийском городе Джайпур от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек. Многие получили ранения. Трагедия случилась, когда люди делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века, популярной туристической достопримечательности. Когда произошел инцидент, на башне и стене форта находилось около 27 человек, в основном молодые люди. Главный министр штата объявил о выплате порядка 6700 долларов в качестве компенсации семьям погибших. Сезон муссонов, когда идут сильные дожди в Индии, обычно длится с июня по сентябрь. Индийское метеорологическое управление заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране увеличилось вдвое из-за изменения климата. На этом у меня все. С новостями криминала вас познакомила Ольга Бранкевич. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Ольга Бранкевич. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова